Первый резидент индустриального парка в Канаше планирует запустить производство уже в декабре. Сейчас там идет активное строительство. Кроме того, компания «Аркта» стала еще и резидентом территории, опережающего социально-экономического развития. Канаш был признан таковой в прошлом году. Какие преференции могут получить предприятия, которые размещают производство в этом городе? Расскажем далее. Еще в мае здесь было чисто поле. А сейчас уже возведены корпуса. Строители закончили укладывать кровлю. В помещениях идет монтаж силовой плиты. У резидента индустриального парка амбициозные планы. В конце года запустить производство. Продукцией данного завода будет технологическое холодильное оборудование. Широко востребовано в связи с развитием и региона, и в целом страны. Аналогов данного оборудования не существует, потому что это будут новые автоматические линии. Полностью производство будет производство полного цикла. Мы планируем здесь производство от входящего листа до выхода готовой продукции. Потенциальные заказчики уже есть. Это не только российские компании, но и предприятия из стран СНГ. Михаил Зеркин отмечает. Объявление о приеме на работу в компанию «Аркта» еще не давали. Но местные жители, видя, как интенсивно идет строительство, уже интересуются, как можно трудоустроиться на подприятии. На данный момент команда «Аркта» очень впечатлена наличием заинтересованности у населения города Канаш, которые активно приходят, записываются. На данный момент имеем 107 заявок именно профильных специалистов. Резидент индустриального парка планирует первоначально создать 150 рабочих мест. Затем, при выходе на вторую смену, это число увеличится до 230. Индустриальный парк в Канаше пока еще не сдан. На электрической подстанции заканчиваются пусконаладочные работы. Ее мощности хватит, чтобы обеспечить всех резидентов. Общая площадь индустриального парка – 37 гектаров, 11 из которых уже заняла компания «Аркта». Скоро приступит к строительству и Канашский завод алюминиевых конструкций. Для резидентов индустриального парка бесплатные. Все коммуникации положены. Точки подключения определены. Газ тоже подведен. ГРПШ установлено уже на участках. Также для индустриального парка проложена объездная дорога «Аниш», которая выходит на трассу А-151. Предназначается она для проезда транспорта до индустриального парка. В Канаше создаются максимально привлекательные условия для инвесторов. Город был признан территорией, опережающей социально-экономическое развитие. Это значит, что подприниматели, готовые разместить здесь производство, получат большой пакет льгот и преференций. С момента получения прибыли идет преференция по налогу на прибыль. Это 5% первые 5 лет. Последующие 5 лет – 12%. Земельный налог отменяется. Отменяется налог на имущество. И социальных налогов остается платеж в 7,6% вместо 34%. Стать резидентом территории, опережающего социально-экономическое развитие, могут как крупные, так и малые предприятия. Минимальный порог вхождения в ТОСЭР – 2,5 миллиона инвестиций и создание не менее 10 рабочих мест. Приоритет отдается предприятиям, которые занимаются обработкой металлом, производством машин и оборудования, химических веществ, одежды, кожи, пищевых продуктов. Более того, получить льготы могут и те компании, которые уже ведут бизнес в Канашем. Основное условие – создание новых рабочих мест.